Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов просьба задавать вопросы и называть имя, фамилию и издание. Сергей Величинский, медиа-группа «Звезда». Михаил Михайлович, два вопроса. Один по психологии, другой уже непосредственно по игре. Первые очки потеряны в чемпионате под вашим руководством. Какая обстановка в раздевалке? Ребята как себя чувствуют? Ну, понятно, что расстроены поражением, потому что нацеленность была победа. И реакция правильная у ребят, что несмотря на то, что это лидер чемпионата, но мы нацеливали себя на то, что выиграть. И я думаю, что все делали для того, что и к этому стремились. К сожалению, такие, знаете, как сказать. Нельзя сказать, что гол назревал, но, к сожалению, мы допустили оплошность и пропустили второй мяч. Но я это связываю с тем, что, как я уже сказал сейчас во флэш-интервью, что мы допускали слишком много потерь таких простых ситуаций. Нам надо это убрать, улучшать качество в этом плане, для того, чтобы мы могли больше сил экономить с точки зрения организации атакующих действий. Потому что мы проводим свои атаки, мяч забираем, есть опять потери, опять приходится его отбирать. И это слишком, естественно, энергозатратно. Поэтому это надо подправить. И дальше я абсолютно уверен, что качество мы еще усилим. Спасибо. Как раз вы уже начали отвечать практически на мой второй вопрос про энергозатратность. Замена Карпукаса и, соответственно, Пеняева уже после того, как «Зенит» вышел вперед, она, судя по всему, была из-за усталости обоих футболистов произведена, правильно? Да, и она, так скажем, должна была быть до забитого мяча. Но, к сожалению, в этот период времени, во время замены, мы пропустили. Спасибо. Еще вопросы? Александр, без вашего вопроса никак. Александр Рублев, почитаю, по руке у вас есть вопрос. Ну, вы как считаете? Я считаю, можно было бы посмотреть. Ну, я так считаю. Я думаю, что для всех очевидно, что мяч попал в руку, и почему не стали смотреть, почему ВАР не стал вмешиваться, для нас загадка. То есть за пять секунд сказали, что руки не было. Странное решение. Еще вопросы есть? Да. Михаил, добрый вечер. Вот если бы я вас встретил перед назначением и сказал бы вам, Михаил, вы верите, что первое поражение у вас будет в команде, когда вы примете команду, будете играть против «Зенита». Что бы вы мне ответили? Я бы ответил, что, естественно, поражения не будет, потому что мы будем играть на победу. Так и, как я уже сказал в начале, что так и складывался матч, что мы были активны, агрессивны, мы накрывали соперника достаточно хорошо, и с прессинга забили мяч Глушенков, и были еще хорошие моменты. И у нас с точки зрения организации атакующих действий достаточно было неплохо. Единственное, конечно, второй тайм, конечно, еще раз повторюсь, что те потери, которые мы совершали, ошибки, да, с точки зрения перехода от обороны к атаке, их нельзя допускать. Для этого тратится слишком много сил, слишком много энергии, нам приходится опять вступать в оборону и тратить свои ресурсы уже при организации оборонительных действий. И еще вопрос. Вот вы приняли команду внизу, от турнирной таблицы, и, скажем, уже ее практически вывели из этой опасной зоны. Как удается мотивировать игроков, потому что, действительно, те, кто борются там за верху, все-таки как-то легче, а вам как удается все-таки? Какие слова находите? Я думаю, что, естественно, мы проводим определенные беседы с нашими игроками, индивидуальные и коллективные, но самое главное, что менталитет наших футболистов, наших ребят, мы нацелены только наверх. Как я уже сказал, на то, что команда должна быть наверху, мы не имеем права оглядываться вниз на ту ситуацию, в которой была и нам. И сегодняшняя реакция наших ребят, правильная с точки зрения того, что мы хотели победить. К сожалению, мы этого не достигли, поэтому, естественно, все расстроены. Спасибо. Саша, у тебя еще вопрос? Тебе, да, конечно, как иначе. Микон Хараш, насколько большой проблемой для вас является травма и череда игроков в центре обороны, то есть то, что вы никак не можете сыграть? Мы относимся к этому философски, потому что, как мы уже неоднократно говорим, на эти позиции есть конкуренты, ребята, которые тоже тренируются, которые находятся в команде, которые конкурентоспособны, и им предоставляется шанс проявить себя. В этом ничего нет. Так вот, сверхъестественно, понятно, что с точки зрения сбалансированности линии определенных, хотелось бы, чтобы наши игроки в меньшей степени выпадали. И опять же, сегодняшняя необязательная карточка Нинахова, которая, в принципе, незапланированная замена, опять же, пришлось нам реагировать на то, что дальше любой фол мог оказаться для нас решающий. Он якобы без разрешения судей вышел раньше времени на поле, когда ему помощь оказывали. Хотя, опять же, там... Во флэш-зоне, я вам расскажу просто по-другому, во флэш-зоне Максим рассказал, арбитры говорили, давай-давай, и он принял решение, то, что это ему адресовано, и ввел мяч в игру. И, соответственно, мяч в игру был введен без разрешения судей, поэтому показали желтую карточку. На самом деле, трудности там понимания во время игры. Михаил Михайлович, по Нинаху вы уже ответили по замене. По Каману хотел спросить. Он сумасшедший какой-то объем работы проделал. Вы изначально от своей штрафной, от чужой штрафной, до своей и обратно, как говорится, вы изначально планировали его на, условно говоря, на первый тайм, а потом заменить? Или там какие-то другие тактические вопросы были, почему вы его в начале второго... Ну, вы абсолютно правы, да, потому что мы предполагали, что для того, чтобы справляться с вбеганиями Зенита, с их активными подключениями, придется флангам очень много работать, помогать, и поэтому выбор был сделан в пользу Камано в первом тайме, для того, чтобы эту черновую работу он сделал, и дальше уже стратегически по ходу игры должны были выходить Миранчук и Жамаледина. Поэтому, в принципе, когда мы, я уже неоднократно говорю, мы готовимся к игре, различные варианты просчитываем. Сегодня, в принципе, опять же, по первому тайму план работал, за исключением единственного момента, когда Вендол нам завел мяч.